Глава седьмая Ибо, как дети малые, они не ведают, что творят Не от обиды я наказал их, но в назидание Раз голова Дакши сгорела, будет он жить с головой козла, что был принесен в жертву А царь Бхага пусть взирает на мир и жертвенные дары глазами бога Митры Пуша пускай пережевывает пищу зубами учеников, а в одиночестве питается бобовую мекиною У тех, кто раскаялся и вернул мне мои подношения, да заживут все раны И будет так Кто остался без рук, пусть трудятся руками близнецов Ашвины Жрецы, что лишились кистей, пусть работают руками пуши А лик предводителя брахманов к игу Отныне пусть украшает козлиная борода Митрея сказал О любезный ведура, боги остались довольны заверениями всемогущего Самого щедрого из щедрых И верховный жрец Хригу пригласил все благого присутствовать на новом жертвоприношении В котором примут участие все боги, мудрецы и сам Создатель К телу патриарха приставили голову жертвенного козла Чудотворное действие возвращения к жизни было произведено под водительством самого Шива Первым, кого узрел, приведенный в чувства Дакша, был его зять, восседающий на белом быке При виде милостивого владыки сердце патриарха очистилось от высокомерия Подобно озеру, омытому осенними ливнями Дакша хотел было вознести молитвы и благодарности своему спасителю Но, вспомнив о гибели дочери, не смог произнести ни слова и безутешно рыдал Когда же он успокоился и вновь обрел ясность мысли Он склонился к стопам все благого Дакша сказал Господин мой, милость твоя столь велика, что даже хурителя твоего, повинного смерти твоей милой супруги, ты прощаешь великодушно Как и Вседержитель, не отвергаешь ты даже самых никчемных и добр к оступившимся жертвователям О могучий, ты вышел из межбровья Создателя первым, дабы оберегать дважды рожденных, кто изучает священную науку, предается подвижничеству и постигает смысл бытия Ты надежно защищаешь миропорядок, основа которого — верность долгу и самопожертвование Точно пастырь, с посохом в руке, ты не дозволяешь своему неразумному стаду сбиться с пути Не ведая твоего величия, я прилюдно осыпал тебя стрелами бранных слов, но ты терпел мои кощунства Бросая вызов самому почитаемому из богов, я мастил себе дорогу в ад, но ты, приставив мне чужую голову, образумил меня и спас от гибели Мне нечем отблагодарить тебя, так пусть же наградую тебе будет твое милосердие Майтрея сказал Прощенный все благим, Дакша и Жильцы его, сведомо и дозволение Творца, приступили к жертвенному таинству Прежде священники велели очистить помост, оскверненный свирепым исполином и войском злых духов Затем Богу огню предложили все десять жертвенных даров Когда Дакша под звуки Веды окропил маслом священный огонь, над жертвенником появился Всевышний в облике Восьмирукова Нараяны Господь восседал на спине великокрылого царя-птицы Горуды Стороны света отозвались на его появление, вспыхнув ярким сиянием и затмив лучезарного Брахму и небожителей Золотые одежды покрывали темное тело Господа Из-под его сияющего словно солнца убора, подобно рою черных пчел, ниспадали вьющиеся синеватым отливом кудри В своих восьми руках, распростертых, как ветви цветущего дерева и унизанных золотыми обручами Он держал раковину, огненное колесо, палицу, лотос, стрелы, лук, щит и меч С богиней удачей на груди, украшенной венками лесных цветов, улыбающийся Господь пленил мир своей красотой Нежная Апахала, точно два белых лебедя, взлетали над Господом, восседающим под лунного цвета балдыхином Увидев Сидержителя Вишну, Брахма, Триоки и Шива, Небесный Царь Индра и другие боги, в почтении паленниц Господь излучал свет столь ослепительный, что сияние богов померкло перед ним, а сами они лишились дара речи При исполненные благоговейного трепета правители миров коснулись ладонями своего чела и вознесли молитвы Никто в мироздании, даже величайший Брахма, не способен объять безграничное Но милостью самого безграничного боги увидели его облик, и каждый воздал ему достойную хвалу Когда Вседержитель принял жертвенные дары, властитель Дакша Ликуя восславил единственного правообладателя всех жертв Кому покорны прародители и служат нерожденные Нанда и Сунанда Дакша сказал Господи, тебя не познать мудростью и не покорить силою Ты вне сотворенного мира повелеваешь иллюзией, не касаясь ее И даже не зайдя в царство обмана, остаешься истиной Ты всюду, но тебя ищет каждый Ты самодостаточен, но все служат тебе Жрецы сказали О, непорочный! Проклятые слугами Шивы, мы привязались к таинствам и обрядам, возгордились и отступились от тебя Следуя закону вет, мы забыли о законодателе Мы приносим жертвы, не ведая о том, кому они предназначены И что боги принимают наши дары лишь с твоего дозволения Прими, о Господь, наши смиренные поклоны и будь нашим покровителем до скончания времени Священники сказали Господи, Ты единственная надежда Обреченных на смерть, ползущую к нам незаметную змеёю Мир, что вокруг нас, кишит свирепыми тварями, готовыми в любой миг напасть на беззащитного И на каждом шагу здесь можно провалиться в пропасть, именуемую радость и горе Окунувшись в водоворот перерождений, несчастная душа тащит на себе бремя бессмысленных обязанностей Покуда не укроется под сенью твоих лотосных стоп Шива сказал У владыка Мысли мои всегда покоятся у твоих стоп Источника всякой благодати В их сени исполняются все желания К твоим стопам склоняются пророки, мудрецы и святые Сейчас, когда мой взор прикован к лотосу твоих стоп Я не вижу своих хулителей Я безразличен к их упрёкам и прощаю их Пометуя о тебе, сострадательному, ко всем без изъятия Первосвященник Пхригу сказал Господи, все живущие от брахмы до малой былинки Очарованы Твоею выражающую силою И потому не ведают истины о себе Во тьме они не видят Тебя, пребывающего в их сердцах И во всём, что их окружает Ты, друг всем и каждому И если в невежестве своём мы оскорбили Тебя невниманием Молим простить нам наше прегрешение Брахма сказал Господи, Тебя невозможно пленить Ни мудростью, ни силою Тебя не узреть и не постичь без Твоего соизволения Как тень не видит своего хозяина Так чувства наши и ум не способны коснуться Тебя Ты вечно пребудешь за гранью сознания Царь Небесный сказал Господи, ради блага обитателей бренного мира Ты воплотился здесь, в своём восьмируком облике С оружием в каждой руке Ты пленишь взор и приводишь смятение Караешь злодеев, восставших на праведников Что чтут закон Твой Жёны жрецов сказали Господи, это жертвоприношение совершалось по указанию Творца Брахмы Однако в гневе на Дакшу Всемогущий Шива разорил наш алтарь И прежде срока умертвил жертвенных животных Осквернено священное таинство Пусть же взгляд Твоих лотосных очей Падёт на опустошённый жертвенник И действо будет завершено Ибо ради Тебя творятся все жертвы Мудрецы сказали Господи, оставаясь безучастным к деланию Ты действуешь Силою своего очарования Твои деяния чудны и непостижимы Но их плоды не привлекают Тебя Ты безразличен даже к богине удачи Чьей милости ищут боги и простые смертные Для всех тварей действие есть труд Во благо себе и ближнему Для Тебя же это забава Мы в почте не склоняемся к Твоим стопам Ты единственный, кто свободен и безразличен к удаче Пророки сказали Господи, наши мысли купаются в живительной реке сказаний О Твоих чудных играх Подобно слону, который спасается от лесного пожара В прохладе речной воды Всё, о чём мы просим судьбу Пусть это блаженство никогда не покидает нас Жена Дакши сказала Господи, какое счастье, что Ты не зашёл к своим чадам Без Тебя жертва приношения безжизненно Точно тело, лишённое головы Я склоняюсь к Твоим стопам И молю о милости принять нашу жертву Правители миров сказали Господи, мы признаём лишь то, что доступно нашим чувствам Мы также знаем, что Тебя невозможно воспринять ни одним из них Но мы видим Тебя И это приводит нас в изумление Если глаза способны видеть Тебя Значит, Ты состоишь из пяти стихий Как же Ты сотворил то, из чего произошёл Сам Воистину Ты непостижим Властители сил природы сказали Господи, Ты благосклонен к душам, которые видят Тебя в своём сердце И во всём сущем Ты душа тех, кто отдался Тебе безусловно И не мыслит своего существа без Тебя Мы в почтении склоняемся перед Тобою, кто сотворил многочисленные виды жизни И отдал их во власть трёх состояний наваждения Твоей воле всё живое появляется на свет, существует и уходит в небытие Ты повелеваешь временем, что меняет облики живущих и низвергает в реку забвения Ты же вечен и неизменен, и время невластно над Твоим образом Брахма сказал Господи, я в почте не склоняюсь перед Тобою Сосредоточием совершенного умиротворения И Творцом единого закона, вдохновляющим на покаяние и обеты Ничто в свете не имеет над Тобою силы Ни закон, ни время, ни чужая воля Тебя, какой Ты есть, не знает никто Ибо Ты пребываешь за пределами сознания Огонь сказал Господи, я смиренно склоняюсь пред Тобою Ты источник моего света и тепла И Твоею милостью я поглощаю жертвенные дары Сдобренные чистым маслом Пять видов жертвенных подношений Твои ипостаси Жертвенные молитвы И таинство жертвоприношения Тоже Ты Боги сказали Господи, уничтожая Вселенную Ты поглотил в себя все стихии мироздания И вещественный мир погрузился в небытие Но мудрые, сохранившие ясность мысли Продолжали созерцать Тебя в своем сердце Ты – начальное существо И Ты покоишься на водах потопа Лежа на первозданном змее Шэше Ныне Ты предстал перед нами Мы склоняемся к Твоим стопам И просим быть нам вечным покровителем Ангелы сказали Господи, все боги Шива, Брахма, Индра, Маричи Лишь части Твоего существа Вселенная – игрушка в Твоих руках Мы признаем Тебя царем царствующих И покорно склоняемся к Твоим стопам Небесные волхвы сказали О Господь! Обретя человеческое тело, душа имеет возможность победить смерть Но не способная перешагнуть иллюзию Она по-прежнему мыслит себя частью внешнего мира И ищет прибежище в мире безжизненных предметов Но Ты, высшая истина, обладаешь такой властью, что человек, просто слушая о Тебе и рассказывая другим, расстается с иллюзиями и вступает в жизнь вечную Ученые мужи сказали Господи, Ты – само жертвоприношение Ты – возлияние масла Ты – огонь Ты – звучание священных гимнов Ты – жертвенное поленье Ты – пламя Ты – трава куша И жертвенное сосуды Ты – жрецы Ты – все боги во главе с небесным царем И Ты – жертвенное животное Все, что связано с жертвой Ты – и Твоя сила Ты – знание истины И Ты – истина В былые времена В облике исполинского вепря Ты поднял землю из воды Как слон поднимает хоботом лотос с поверхности озера Твой рык был гимном Сопровождающим жертвоприношение И мудрецы, услышав его Прервали покаяние И воспели славу Невиданному вепрю Мы ждали Твоего сошествия Ибо без Тебя Безжизненно любое жертвоприношение Теперь, когда Ты явился Мы осознали Что славит Твое имя Самая высшая жертва И, склонившись пред Тобою В глубоком почтении Молим принять ее Майтрея продолжал После того Как собравшиеся прославили Владыку чувства Дакша распорядился Возобновить священное действие Прерванное воителями шеи Ради Вседержителя Свершаются все жертвы И ему принадлежат Все жертвенные дары Он пребывает в сердце Каждого бога И потому ему достается Все, что предназначено Богам Итак Приняв свою долю даров Он ласково обратился к Дакше Всевышний сказал Брахма, Шива и Я Тройственная причина творения Я душа мироздания Я самодостаточен И, пребывая в каждой точке бытия Вижу все и вся До сотворения мира И после его уничтожения Творец Брахма И разрушитель Шива Слиты со мною Единосущно Я Причина всех причин Я изначальный творец Вечный хранитель И конечный разрушитель Но сам я Не творю и не разрушаю Это делает моя сила Время Я един Но в отношениях с миром Являю разные свои ипостаси Потому меня величают по-разному Создателем Хранителем И разрушителем Несведущие полагают Что творец Брахма И разрушитель Шива Действуют отдельно от меня Высшего хранителя Глупцы думают Что можно действовать Независимо от моей воли Как всякий здравомыслящий Понимает Что ни голова Ни иная часть тела Не существует отдельно Так мой верный слуга Знает Что ни творец Ни разрушитель Ни боги Ни люди Ни силы природы Ничто не существует Отдельно от меня Вездесущего владыки Кто не считает Брахму Вишну Шиву И других существ Отделенными От Всевышнего Тот познал Единое начало Во всем Такая душа Обретает Умиротворение И погружается В вечную Безмятежность Майтрея продолжал Вняв Наставлением Вседержителя Дакша Предводитель предков Покорно Склонился К его стопам И оказал Отдельное Почтение Брахме И Шиве С особым Благоговением Он преподнес Господу Шиве Его долю Жертвенных Подношений Закончив Обряд Он распределил Оставшиеся Дары Среди Людей И небожителей Когда Жрецы Завершили Таинство Дакша Удовлетворенный Омылся В священных Водах Ганги Принеся Жертву Высшему Владыке Глава Проотцов Исполнил Извечный Закон И боги Благословили Его Пожелав Множество Благ И доброе Потомство Я также Слышал Из достоверных Источников Что Сати Оставив Тело Полученное Ею От Дакши Родилась Снова В царстве Гималаев Дочерью Царя Мены Нареченную Амбикой Амбика Вновь Стала Супругой Повелителя Гор Шиви Так Всеблагой Никогда Не расставался Со своей Прекрасной Половиной Как океан Отдающий Воды Рекам Никогда Не расстается С ними Сказание О том Как Всеблагой Помешал Жертвенному Таинству Я Услышал От Утхавы Преданного Слуги Шри Кришны И Ученика Первосвятителя Брихаспати Любезный Мой Видора Кто С верой Слушает И Рассказывает О том Как Всевышний Помог Возобновить Жертвенный Обряд Дакши Тому Несомненно Отпустятся Все Грехи Продолжение следует...